Люди, которые участвовали в войне, которые все прошли, они постепенно уходят. Вот у вас тут осталось сейчас 500 человек примерно, да? В Оренбургской области те, кто прошел войну, имеется в виду, дружники тыла и участники войны, где-то 35 тысяч примерно. Постепенно они уходят, и память стирается. И мы сегодня видим, когда память теряется, чем это грозит. Историческая память народу должна передаваться из поколения в поколение. Эту связь необходимо сохранять и укреплять, в том числе и через вот такие уроки памяти. Я понял, что по их выражению взгляда, по тому, как они откликались, то, что они многое не знают, но я вижу, что они хотят знать. И это для меня еще раз подтверждение, что эти уроки обязательно надо проводить. Память дает то, чтобы не повторилось то, что пережили наши деды и отцы. Шарлыкская земля по праву считается территорией героев Советского Союза. Десять шарлычан были удостоены этого звания. В том числе и легенда Шарлыка. Дважды герой Советского Союза Александр Адимцев. Человек исключительного мужества, храбрости и скромности. Он прошел от начала до конца всю войну и победил. Дважды герой Советского Союза. Он даже жил, и жили его родители на улице Уначарского. Ну, там как бы стоял раньше дома, но его снесли, и как бы уже практически ничего не осталось. Ну, мало об этом кто знает. Вот. Многие памятники поставлены ему в Курске, в Волгограде. Также в Шарлыке у нас наша школа носит имя родинцевые имя. В этот же день в Шарлыке чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, тружников тыла и вдов погибших. К 70-летию победы им вручили юбилейные медали. Юрий Мишенин. Наше время. Президент.